В России стали массово скупать праворульные автомобили. По словам специалистов, это связано с новым регламентом, который начнет действовать с 1 июля. Какие транспортные средства запретят ввозить в нашу страну, а на какие нужно будет оформлять специальный сертификат безопасности? Тему внимательно изучил Андрей Штукатуров. Знаменитый Владивостокский авторынок «Зелёный угол» в народе просто зелёнка. Отсюда по всей России разъезжаются бэушные японские машины. Сегодня на зелёнке аншлаг. На площадках свободных мест нет. Всё заставлено автомобилями. По данным таможни, с весны количество ввозимых из Японии транспортных средств значительно увеличилось. В апреле это у нас получился пик более 10 тысяч автомобилей. В мае был некоторый спад 5 тысяч автомобилей. Это связано с праздниками. И в июле предполагается будет около 6-7 тысяч автомобилей. Люди бросились скупать машины, по сообщениям СМИ. С 1 июля эксплуатировать праворульные авто станет намного сложнее. Собирается существенно ужесточить выдачу СБКТС. Свидетельство безопасности колёсного транспортного средства. Такой документ выдают специализированные предприятия, которые проверяют все возимые в Россию автомобили. Без него машину поставить на учёт невозможно. Обратиться в аккредитованную лабораторию, получить предварительное заключение, получить разрешение в ГАИ, дальше внести все изменения. Необходимых изменений немного, но весьма существенных. Например, оптика. Это обычный леворульный автомобиль. Правая фара частично светит в сторону условной обочины. На мониторе тестера это чётко видно. Часть света праворульных машин направлена на встречную полосу. Разумеется, это в тех случаях, когда машины эксплуатируются на дорогах с правосторонним движением, как собственно в России и в большинстве европейских стран. У нас всё-таки климатические условия очень сложные. Всё же Россия, это не юг. Зимой у нас сумерки наступают быстро, а она светит совершенно в другую сторону и слепит водителя. А это, прежде всего, первый вопрос безопасности. Это очень опасно. Таким образом, чтобы получить свидетельство безопасности автомобиля, оригинальные фары праворульного транспортного средства нужно заменить на, скажем так, европейский аналог. Если для европейского рынка выпускается такая машина, то проблем никаких. Одна фара снимается, другая ставится. Как правило, разъёмы все подходят. А если это чистый японец? Если чистый японец, то не получится. Зато раньше получалось, причём достаточно легко. Вызываешь агента аккредитованной лаборатории. Тот приезжает, выбираемый автомобилистом техцентр. Зачастую формально осматривает машину. Получает 7 тысяч рублей и СБГТС в кармане автомобилиста. Не секрет, что достаточно большое количество машин, которые идут с Японии, они имеют повреждения. Есть машины, которые очень сильно повреждены. Нередко под видом практически новеньких машин продают так называемые распилы, конструкторы, собранные из нескольких автомобилей. Этот фронт работы освоили целые династии бизнесменов. Перед ввозом в Россию иномарку разрезают на фрагменты. Теперь этот хлам не автомобиль, а запчасти. Пошлина на такой груз существенно ниже, чем на машины. В этом и суть. После провоза через границу умельцы в гаражах кустарным способом собирают из частей целое. В таком виде и продают реанимированные иномарки, которые раньше удавалось без особых проблем поставить на учёт как настоящую машину. Понятное дело, что на дороге это творение гарантии серьёзных неприятностей в случае даже небольшой аварии. Одни аферисты впаривают доверчивым гражданам распилы, другие липовые СБКТС. В 2016-м в Приморье вскрылась грандиозная мошенническая схема. Официально работающая фирма ООО «Вертикаль» выдавала фальшивые свидетельства безопасности. От действий конторы пострадали сотни автомобилистов. Было установлено, что участник внешнеэкономической деятельности ООО «Вертикаль», которая в массовом порядке увозила транспортные средства из-за рубежа и реализовывала его жителям Приморского края, гражданам Российской Федерации, представляла в таможенный орган поддельные свидетельства безопасности колёсных транспортных средств, так называемые СБКТС. В рамках уголовного дела на настоящее время рассматривается порядка 652 поддельных указанных свидетельств. После этого скандала контроль за аккредитованными лабораториями усилился. Согласно новым правилам, выдавать свидетельства о безопасности выездным агентам запрещено. ГОСТ новый, который вступает в силу, он эту процедуру исключает. То есть всё можно проводить только методом непосредственно в самых стенах лаборатории. Специалисты полагают, что именно этот пункт ГОСТа улучшит качество проверки авто, станет преградой на пути продвижения на рынок распилов. Ну а в конечном счёте будет способствовать безопасности дорожного движения. Лабораториям, а их на всю страну пока всего 15, придётся оперативно перестраиваться. Необходимо приобрести дополнительные площади оборудования. Затраты, связанные с этим, скорее всего, лягут на плечи потребителей. Так что можно предположить, что СБКТС после вступления в силу новых правил подорожает. Посмотрим, может быть, что-то компенсируется ценой в Японии. Смотря на сколько его повысят, никто ж не знает. Может на 3 тысячи, может на 5, а может на 10, а может на 50. В таком случае стоимость праворульных машин автоматически повысится. Вот их искупают оптом и в розницу. Правда, ходят слухи, что введение нового правила могут отложить как минимум на полгода. А значит, у махинаторов, возможно, ещё есть время, чтобы забить стоянки авторынков неприятными сюрпризами для потенциальных покупателей. Андрей Штукатрув, Сергей Лисеев, Александр Мостовай и Сергей Саушкин. Вести. Дежурная часть. Субтитры создавал DimaTorzok